Привет, у микрофона я, Смарт. Давайте будем честными, Литвин сейчас это один из самых популярных блогеров, хотя, в принципе, наверное, даже самый популярный в Инстаграме уж точно, да и на Ютубе его ролики собирают миллионы просмотров, причем за очень короткое время. Короче, парень сейчас на слуху и просто на мега-мега-хайпе, особенно после того случая с машиной. И многим очень интересно вот то, что он сделал, то бишь спалил машину, а купил ли это себя или нет. И пока что, конечно, еще прошло слишком мало времени, чтобы об этом говорить, но рассказать, сколько он сейчас зарабатывает на рекламе в Инстаграме, думаю, в принципе, можно. Буквально год назад у меня был ролик, где я рассказывал, что Литвин за одну рекламу в Инстаграме того же 1xbeta получает 450-550 тысяч рублей. Ну, вот примерно около этой суммы. На то время его сториз смотрели полтора-два миллиона человек. Че, много ты вот сейчас сториз снимал? Много рекламных сториз в месяц? Вау. Около. Ну, каждые три дня, наверное, вот так. Короче, 10 или где-то, да? Да. И сколько сториз сейчас у тебя стоит? Ну, блядь, интересно же. Нихуяде ты сказал 2 миллиона просмотров. Ну, если не хочешь отвечать, я могу предположить, ты просто кивнешь. У меня нет сих пор, смотри. У меня нет секрета. Просто, мне понял, как-то стремновато, говорит. Мне стыдно, блядь, кому-то, знаешь, вот говорить такие цифры. Ну, 500 тысяч и, может быть, и больше за сториз, да? Да. Он сам об этом говорил, у меня есть ролики на канале, кому интересно, может посмотреть. И на то время он говорил, что он за одну сториз получает около 500 тысяч рублей. Теперь же он сам открыто заявляет, что его сториз смотрит по 3, по 3,5 миллиона человек. И в русском инстаграме, то бишь в СНГ, больше просмотров сториз нет ни у кого. Но это просто логически, что цена за рекламу возросла, причем возросла немало. Я не буду говорить прям точную цифру, сколько он зарабатывает, потому что я сам этого не знаю. Но давайте просто пройдемся по фактам. На Ютубе монетизации у него нету. То бишь с просмотров он не зарабатывает ничего. Да, в роликах где-то у него есть реклама, но это происходит крайне редко, потому что ролики вообще он выкладывает раз в месяц, два раза в месяц. И если даже с Ютуба он что-то зарабатывает в месяц, то эта цифра колеблется, ну, я думаю, в районе миллиона максимум. И второй его источник дохода, это Инстаграм. Как я говорил, я раньше работал с 1xbet, у меня хорошее отношение с менеджером. Я немного поговорил с менеджером, он не может назвать точную цифру, но он мне намекнул, что сейчас эта сумма колеблется в районе 700-900 тысяч рублей. Ребята, сегодня то событие, которое я вам советую не пропустить. Да хули тут вам советовать, вы сами все прекрасно понимаете. Это Тайсон против Рой Джонсона-младшего. Это будет максимально интересное противостояние. Если ты хочешь на него поставить, то слайд по верх, регистрируйся на 1x и вводи промоут Литвин, который даст тебе хороший бонус. С помощью одной рекламы в сториз. Я думаю, те, кто за ним следят, вы прекрасно видите эти рекламы. Типа вот, ребят, смотрите, сегодня будет матч Баруси, там ЦСКА какой-нибудь, условно говоря. Это и есть реклама, и с этого он зарабатывает деньги. Такую рекламу он делает примерно каждые 3 дня, то бишь в неделю 2-3 раза, иногда как. И поэтому в неделю с рекламой в Инстаграме он может зарабатывать в районе 2-2,5 миллионов рублей. Может быть чуть больше, а может быть чуть меньше. Но дальше дело за вами, вы уже сами прекрасно можете посчитать, какие суммы там примерно выходят. И еще он проводит гивы, и сейчас он собирается запускать новый гив. Но тут уже никто не посчитает, сколько он зарабатывает с гивов, потому что сколько там стоит одно место, сколько он потратил на призы, неизвестно вообще. Можно всего лишь строить догадки, но это все будет настолько условно, что я думаю, это даже не имеет смысла. Поэтому я думаю, что за квартал, это 3 месяца, он может зарабатывать более 30 миллионов рублей. И кто-то скажет, да ты, да ты, да не может такого быть, да ты что, да вот Петя на заводе работает 24 до 7, зарабатывает 40 тысяч рашки. Да, ребят, сейчас такие цены за рекламу, и да, сейчас только зарабатывают блогеры. И да, сейчас буквально за одну маленькую вставку, то есть в сториз он может получать 700-800-900 тысяч рублей. И если у кого-то есть сомнения, можно взять, к примеру, того же Субу, это его товарищ, у него в инстаграме 5 миллионов подписчиков, там 5,5 может быть. И вот парень недавно купил себе Rolls-Royce, который стоит 15-20 миллионов рублей. Хотя просмотров у него в 2-3 раза меньше в сторизах, намного меньше подписчиков, и медик у него намного меньше. Но тем не менее, человек живет на широкую ногу, ездит на Rolls-Royce, покупает себе дорогие украшения, да и в принципе ни в чем себе не отказывает. И если так подумать логически, немножко посчитать, то Mercedes этот он, скорее всего, купит. Да, обратно же прошло слишком мало времени, чтобы об этом говорить, но цена на рекламу у него выросла чуть ли не в 2 раза. И я думаю, если он сейчас проведет еще этот гиф, то Mercedes, в принципе, этот он сможет спокойно окупить. Вот такие вот, ребята, цифры, обязательно пишите в комментариях, удивились ли вы этому вообще или нет. Я, в принципе, нет, потому что я знал, сколько зарабатывают блогеры подобного уровня. На этом все, у микрофона был я, Смарт. Поднял, обнял, желаю хорошего настроения. Пока!